Пока вакцинация в регионе дело все еще добровольное и единственным обязательным средством защиты от COVID-19 все еще остается медицинская маска. Правда в жару горожане пытаются эту самую маску приспустить, снять, а то и вовсе убрать в карман. И вроде бы за год пандемии уже можно было привыкнуть к новым реалиям, но тут и там появляется видео о том, что движение очередного трамвая или автобуса временно блокировано из-за антимасочников. Тех самых, кого не волнует ни инфекция, ни чужие замечания. Буквально на днях история повторилась в трамвае номер 10. Две женщины держали маски в руках, но категорически отказывались их надевать. Вы читаете законодательство, вы сейчас занимаетесь геноцидом. Давайте ваши документы. Чаще все обходится спокойнее, говорят кондукторы. И все равно, пока не напомнишь, люди будут сидеть без масок, прикрываясь тем, что совсем про нее забыли. Я уже болела, поэтому... А как же вообще общественная безопасность? Боитесь, что кому-то бездадите? Я уже давно болела. А другие, извиняюсь. Многие уже как бы просто плюнули на то, что ковид и все такое. Просто людям уже надоело это все, как бы и жарко еще. Кстати, жара – главное оправдание горожан. Мол, и без того дышать нечем, а тут еще и маски. Уже невозможно ходить. Ситуация в торговых центрах еще плачевнее. И хотя на входе в свободном доступе лежат маски, посетители не спешат их надевать. По большей части игнорируют. Бросишь человека надевать, он одевает, тут же снимает, неправильно одевает. Многие на вопросах, где ваша маска, используют другие от маски. Ссылаются на недавно поставленную прививку, хотя никто не обещает, что это стопроцентная защита от вируса. Я не переносчик, я сдавал тест. Перед тем, как поехать, я сдал тест. А сами не боитесь заразиться? Я об этом не думал. Тем временем число пострадавших от ковид-19 только растет. Например, по сравнению со вчерашним днем, в крае их стало больше на 194. А значит, отказываться от маски пока не стоит. В этом мы можем позавидовать жителям Европы, испанцам и швейцарам, где уже на этой неделе отменили масочный режим. Нам же до этого пока далеко. Анара Шагирова, Дмитрий Денисов, день с толком.